Екатеринбург захлестнула очередная волна кибермошенничества, и она терзает доверчивых горожан, пожалуй, похлеще вспышки сезонной пневмонии. Ведь в отличие от последней, от нашествия телефонных афилистов нет чудодейственных пилюль. На прошлой неделе в отделы полиции поступили заявления от пострадальцев суммарно на 23 миллиона рублей. И силовики всех 15 опов были вынуждены отложить в сторону все насущные дела, вооружиться листовками и ходить по дворам и квартирам. Предупреждая пожилых граждан о мошеннических уловках. В сети телефонных разводил угодили заслуженный врач и заслуженный педагог России, а также научная сотрудница областного краеведческого музея. Аферисты развели ее почти на полтора миллиона. Научная дама, изучающая древнюю историю народов Урала, в те эпохи, когда самыми продвинутыми гаджетами считались серп и молот, а деньги наши предки хранили не в банках, на так называемых безопасных счетах, а в кованых сундуках повелась на звонок Липового музейного завхоза. Аферист сообщил ей о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ, который действительно позвонил сотруднице музея. Сообщил испуганной даме о подозрительных транзакциях с ее счетами и убедил перевести все соцсбережения на безопасные счета. Позже Липовый банковский специалист предложил клиентке оформить зеркальный кредит. Итог печальный. Научная сотрудница музея потеряла 260 тысяч собственных денег и влезла в кредитный долг больше, чем на миллион. Преподаватель областного колледжа, заслуженный педагог России, перевела мошенникам 4 с лишним миллиона рублей. В ее случае Липовый финансист напугал женщину сообщением о том, что якобы некоторые сотрудники колледжа причастны к пересылке денег на финансирование наемников за границей. И чтобы ее деньги не утекли туда же, заслуженный педагог под диктовку аферистов обналичила все свои счета и перевела на пресловутые безопасные счета все деньги. Третья уважаемая дама, заслуженный врач России, угорела на 6 с лишним миллионов. Она даже продала квартиру и вырученные от продажи деньги 5,5 миллионов перевела на безопасный счет. Туда же утекли 700 тысяч ее соцсбережений. На этот раз схема обмана была до банальности простой и тупой. Телефонный аферист, липовый представитель сотового оператора, сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи и попросил продиктовать коды из СМС. Позже ей звонили липовые представители портала Госуслуг и ЦБ. В лихие 90-е, в эпоху финансовых пирамид, удоверчивых людей, сдававших свои деньги мошенникам в рост, хотя бы была призрачная иллюзия. Не ударив палец о палец, скоропостижно разбогатеть. Во времена массированного кибермошенничества и нашествия, в конце которого, к слову, чаще всего тянутся в очень недружественные страны, Телефонные аферисты не оставляют своим жертвам даже призрачных иллюзий. В их ловушках не маячит и пресловутый кусочек сыра. Нахальные звонари запугивают клиентов и страх превращает умных во всех смыслах и уважаемых людей вагнцев на жертвенники золотого тельца.